Компания «Эрзе Агро» создана в 2008 году и с 2012 года активно развивается на территории Ростовской области и Ставропольского края. В составе компании семь сельскохозяйственных предприятий, основная деятельность растениеводства. Земельный банк насчитывает 110 тысяч гектаров и ежегодное производство около 400 тысяч тонн сельхозпродукции. С 2015 года компания приняла новую стратегию, основанную на применении высоких технологий и сфокусированную на семеноводстве. Первые результаты не заставили себя ждать. В 2016 году был запущен новый семенной завод на современном оборудовании «Петкус». Основа стабильного производства – это постоянный фокус на контроле качества семян. Компания предлагает самые передовые схемы протравливания в разных ценовых сегментах, в сотрудничестве с лидирующими компаниями, производителями средств защиты растений. С 2017 года в компании активно развивается проект «Точного земледелия», над которым работает команда талантливых специалистов, которых компания буквально собирала по всей стране. Молодая и энергичная команда ставит перед собой цель стать самой высокотехнологичной компанией Юга России в сфере сельхозпроизводства. Сегодня мы представляем вам уже известные и новые сорта, бережно выращенные под нашим бдительным контролем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые земледельцы, разрешите вас поприветствовать на импровизированном дне поля сортов селекции Краснодарского низа имени Лукьяненко, ныне Национального центра зерна имени Лукьяненко, который проходит на полях группы компания «Русская земля». Наше научное учреждение сотрудничает с группой компанией «Русская земля» на протяжении более пяти лет. И под нашим контролем здесь производятся высококачественные семена высоких репродукций селекции Краснодарского низа Национального центра зерна. Поэтому все заинтересованные лица могут смело приобретать здесь семена озимой мягкой пшеницы, озимой твердой пшеницы, третикали, выращенных специалистами хозяйства под нашим руководством и контролем. Наше научное учреждение, Национальный центр зерна, ведет уже более вековую историю. В 2013 году мы отпраздновали 100-летие образования нашего института, а в этом году уже 100 лет научной селекции озимой пшеницы. В этом хозяйстве, в группе компании «Русская земля» мы познакомились с очень заинтересованными, любящими свое дело специалистами, которые нам задают насущные вопросы, ставят перед нами интересные задания, проблемы по селекции пшеницы. И мы пытаемся их создать, чтобы удовлетворить самые, как говорится, важные ваши запросы, ваши, как говорится, заявки, чтобы наши сорта Коснодарской селекции Национального центра зерна были лучшими и ежегодно радовали вас стабильными, высокими урожаями высококачественного зерна. Я хотел бы обратить ваше внимание на сорт Алексеевич. Это является сейчас одним из самых урожайных сортов нашей селекции. Он обладает уникальным сочетанием и очень высокой кустистости, очень большого количества колосьев и также очень продуктивным колосом. Благодаря этому он занимает лидирующие результаты по урожайности зерна во многих регионах возделывания. Он с успехом районирован по северо-кавказскому региону, Нижневолжскому региону и широко возделывается в Нижнем Поволжье, на Алтае, в Сибири, в Центральном Черноземье. Отличается очень высокой засухустойчивостью, качеством зерна и засухустойчивостью. Очень важно, что сорт Алексеевич очень сильно окустится, и его не нужно перегущать при посеве. Поэтому не стремитесь сеть 5-6 миллионов нормосемян на гектар. Вам необходимо сорт Алексеевич сеять 3-3,5 миллиона на гектар в оптимальной сроке посева. И только если у вас посевы и предшественники уходят в поздние сроки, там вы будете увеличить на 4-4,5 миллиона штук семян на гектар. Только тогда вы получите стабильно высокий урожай. Если вы же будете сеять, как вы любите, 5-6-7 миллионов гектар, то сорт Алексеевич перекустится и будет склонен по олеганию. Поэтому учитывайте эту особенность его технологии возделывания, чтобы стабильно получать очень высокий урожай качественного зерна. Уважаемые земледельцы, перед вами широко известный и любимый многими сорт ИСАУ. Это ультраскороспелый сорт, высокомарзостойкий, засухоустойчивый сорт, который многие возделывают на своих полях. И издавна он уже считается фермерским сортом. Потому что по какому бы предшественнику вы не посели, какие бы вы случайные нарушения или ошибки не допустили, он может снизить какую-то урожайность. Но всегда сформирует высококачественное зерно. Всегда это будет третий класс, высокое содержание белка и клейковины. И благодаря своей ультраскороспелости он дает вам самое первое зерно. Практически с него начинается уборка. И если даже на поля наступает засуха, суховей, он от них уходит и сформирует приемлемый уровень урожайности высококачественного зерна. Новый сорт Яланчик. Он назван по названию реки на юге Ростовской области. И, соответственно, создан для степных условий юга Ростовской области. Это скороспелый сорт, засухоустойчивый, морозостойкий, качественный. В прошлом году он уже в условиях засухи показался очень высоким урожайным. И многие производственники получили на нем 70-80 центов зерна с гектара. Поэтому сейчас на него очень интерес повышенный, повышенный спрос. И в этом году он будет бестселлером на рынке. Поэтому, я думаю, каждый уважающий себя земледелец должен приобрести семена этого сорта, чтобы получать скороспелое зерно, чтобы уйти от засухи, от суховеев. Причем этот скороспелый сорт не только уходит от засухи, но также в меньшей степени в этом году повредился возвратными морозами. Что очень важно, в меньшей степени снизил свой продуктивный стеблистой. Обратите внимание на этот замечательный сорт. Он крупноколоссый, качественный, морозостойкий. И главное, скороспелый. Сорт безостая 100. Среднерослый, скороспелый сорт, который отличается очень высокой засухоустойчивостью, морозостойкостью, качеством зерна, продуктивностью, иммунитетом. Его можно сеять по таким проблемным предшественникам, как кукурузное зерно. Он устойчив и к листовым пятнистостям, и к фузырезу колоса. Также его можно сеять по колосовому предшественнику. При испытаниях в Волгоградской области сложились такие условия, что все сорта, которые были в тот момент на испытании, показали фуражное зерно. Погодные условия были очень плохие. И только один сорт безостая 100 показал качество сильной пшеницы. И уже по первому году испытания сортоиспытатели Волгоградской области потребовали, чтобы этот сорт был включен в реестр. До такой степени он им понравился. И поэтому этот сорт сейчас уже внесен в реестр не только Нижнего Поволжья, но и Северного Кавказа, но и Центрального Черноземья. И везде сеется на этих площадях и радует земледельцев. Поэтому, если у вас этого сорта на полях еще нет, вы, пожалуйста, приезжайте к гостеприимным хозяевам группы компании «Русская земля» и приобретайте элитные семена, выращенные под нашим руководством. Уважаемые друзья, перед вами среднеранний полукарликовый сорт «Таня», про который вы, наверное, знаете, даже, может быть, и больше, чем я. Потому что это один из любимейших сортов всех агрономов Юга России. Он уже возделывается на протяжении более 15 лет и не снижает своих площадей. Чем этот сорт так понравился производственникам? Это очень пластичный, высокоурожайный, устойчивый к полигонию сорт. Причем еще очень важно, что его можно возделывать и на высоком агрофоне, и также по такому жесткому предшественнику, как круза на зерно, где есть опасность такого заболевания, как фузариоз. Сорт «Таня» единственный из полукарликовых сортов, современных, который толерантен к этому заболеванию, и можно получать высокий урожай по такому жесткому предшественнику. Важной особенностью сорта «Таня» является то, что его колоссия располагаются в ярусах. И они более эффективно используют солнечный свет, инсоляцию и отлично наливают. Также при создании сорта «Таня» использовалась такая, пока еще экзотическая культура, как тритикалия, где на основе «Ржи» удалось увеличить адаптивность. И поэтому в сорт «Таня» удалось привнести геноадаптивность, позволяющая сорту «Таня» справляться с неплакоприятными факторами среды. В частности, после этих заморозков, которые наблюдались в этом году, сорт «Таня» лучше других восполнял утраченный стеблистой, и поэтому даже при таких неплакоприятных условиях замечательно смотрится и даст высокий урожай. Поэтому сорт «Таня» уже на протяжении больше 10 лет на юге России входит тройку лидеров по площадям и по спросу на семена. Поэтому многие хозяйства его сеют и не собираются от него отказываться. Если вы еще его не пробовали по каким-то причинам, я думаю, стоит его посеять и получить очень хорошее качество и очень хороший урожай. Уважаемые земледельцы, перед вами сорт «Веха». Сорт, про который можно сказать, что этот сорт вообще без недостатков, потому что единственным его не недостатком, но маленькой особенностью, которая сейчас мало учитывается, это является то, что он дает только ценное зерно. Сильная пшеница из него получается редко. Это очень урожайный сорт, высокоадаптивный, высокоморозостойкий, неприхотливый. Его можно сеять в поздние сроки сева, его можно сеять в ранние сроки сева, он меньше израстает при раннем сроке посева. Причем этот сорт испытывался в широком спектре актритических условий и показывал максимальный урожай как в Нижнем Поволжье, как в Центральном Черноземье, так и в Семенном Кавказе. Сейчас он районирован по северо-кавказскому региону и по Нижнему Поволжью. Поэтому это очень стабильная валовка, это один из самых урожайных сортов нашей селекции, один из самых адаптивных. Уважаемые друзья, перед вами средний-поздний сорт «Юка». В нашей линейке сортов есть сорта и ультра-скороспелые, и скороспелые, и средний-ранний, и средний-спелые, и ультра-поздние. Имеять сорта разных групп спелостей нужно в каждом хозяйстве, потому что нельзя получать стабильный урожай только на одном сорте. Бывают, складываются условия лучше для скороспелых сортов, бывают, складываются условия для поздних-спелых сортов. Скороспелые сорта сильнее страдают от возвратных заморозков. По вознеспелым сортам очень важны поздние летние осадки, чтобы вспомирать больше колос. Так вот, перед вами один из первых созданных в нашей линейке среднепоздних сортов, сорт Юка, который занимает также место в тройке лидеров по площадям и на юге России, и сейчас занимает очень высокие положения в Центральном Черноземье и на Нижнем Поволжье. Он востребован в Саратовской, Самарских областях, в Курско-Белгородской и Липецких областях, где дают урожайности выше 100 центнеров. Несмотря на свою познеспелость, сорт Юка очень засухустойчив, и даже при нехватке влаки не снижает свои урожайности, потому что имеет очень высокую адаптивность, привнесенную от тритикали, которая участвовала при создании сорта Юка. Сорт сильной пшеницы, сорт устойчивый к полиганию, имеет очень крупный колос. Для него важно также не перегущать при посеве. Есть сорта, которые дают урожай за счет большого кущения, есть сорта, которые дают урожай за счет более крупного колоса. Вот сорт Юка дает урожай за счет крупного колоса, и норма высева этого сорта должна составлять 3,5 на 4 миллиона семян на 1 гектар. Средний и поздний сорт Гурт очень хорошо себя зарекомендовал по предшественнику колоссовой. Он отличается очень высокой толерантностью к корневым гнилям. Это очень важный признак, потому что колоссовой предшественник не очень благоприятный для пшеницы, и мы ведем специальную селекцию по созданию сортов для этого предшественника. И вот как раз сорт Гурт один из лучших для колоссового предшественника, но также себя хорошо показывает по пропашным предшественникам подсолнечный кукуруза на зерно. Он очень засухоустойчив, это высококачественная пшеница, очень морозостойкий сорт. Поэтому обратите на него внимание. Также он требует пониженных норм высева, так как формирует крупноколоссы и циноз, и для него нужно больше пространства. Все эти нормы высева 3-4 миллиона на гектар. Уважаемые земледельцы, перед вами высокоморозостойкий, стабильно высококачественный, крупноколоссый, сорт Граф. Он отличается уникальным сочетанием хорошей морозостойкости, качества и устойчивости к листовым болезням. Один из лучших по устойчивости к листовым пятнистостям и бурой ржавчине. Очень себя хорошо зарекомендовал при посевах по пропашным предшественникам, но и на высоком агрофоне также показывает очень хорошие результаты. Многие земледельцы с удовольствием в прошлом году получали на нем урожайности на уровне 80-90 центнеров сильной пшеницы. Надеемся, и вам он понравится, и вы будете его сеять на своих полях и получать в очень высокий урожай. При создании крупноколоссых сортов проблема качества обостряется. В крупном колоссе удается сформировать большее количество зерен, резко увеличить урожай, но есть необходимость повысить качество. И вот созданием сорта антонина крупноколоссого-высокоурожайного удалось значительно повысить содержание белка и клейковины и увеличить засухустойчивость и зимоморозостойкость. Поэтому этот сорт успешно возделывается и на полях северокавказского региона, и любим производственниками центрального черноземья, где отличаются очень прочной проволочной соломиной. И даже при урагальных ливнях, в урагальных ветрах, когда все остальные сорта ложатся, полегают, сорт антонина отлично стоит, выстаивает и дает стабильно высокий урожай. Поэтому в ваших регионах, если у вас есть, как говорится, такой риск полегания, если у вас есть необходимость сеять посевы в поздние сроки сева по попрошенным предшественникам, обратите внимание на морозостойкий, высококачественный сорт антонина. Уважаемые друзья, перед вами среднерослый, среднепоздний сорт Ильяда. При создании этого сорта главным задачей ставилось высокое качество зерна. И вот теперь перед вами сорт озимой мягкой пшеницы, обладающий самым высоким качеством зерна, самым высоким содержанием белка и клейковины, причем стабильно высоким качеством. Если этот сорт попрошенникам горох, люцерна, многолетней травы способен давать содержание белка 17-18%, по клейковине 32-35%, то даже по самым жестким предшественникам, по голодным предшественникам, как подсолнечник, где вы будете получать у других сортов фуражное зерно, он все равно будет стабильно давать сильную пшеницу. Поэтому такие сорта необходимы для получения качественного хлеба и для своих детей, для своего хозяйства, и также для того, чтобы микшировать на таках товарные партии слабокачественной пшеницы, чтобы получать достойную цену за свою продукцию. Каждый хозяйственник должен сеять небольшое количество полей этим сортом, и у вас будет решена проблема качества. Высокоадаптивный сорт Видея, который был районирован в нашем регионе с прошлого года, создавался для получения высоких урожаев высококачественного зерна по пропашным предшественникам, таким жестким, как подсолнечник, кукуруза на зерно, он допускается при возделывании по кукурузе на зерно, так как толерантен к фузариозу, по колоссовому предшественнику себя хорошо показывает, и обладает уникальным сочетанием высокой засухоустойчивости, морозостойкости, продуктивности и качества зерна. Он очень пластичен, и мы надеемся, он понравится вам и будет давать вам достойный урожай на ваших полях. Уважаемые земледельцы, мы создаем не только сорта для очень высокого агрофона, но у нас есть и потребность, и необходимость, и запрос от вас для сортов для низкого агрофона. И вот перед вами сорт Дуплет, который специально создан для среднего и низкого агрофона, при недостатке питания, при еде благоприятных факторов среды. Этот сорт один из лучших, во-первых, для возделания по колоссовым предшественникам, он толерантен к корневым гнилям, и также один из лучших для поздних и очень поздних сроков сева. Он отлично зимует даже в состоянии двух-трех листьев, и потом набирает биомассу, очень хорошо кустится весной, поэтому один из лучших сортов для поздних сроков предшественника, по таким поздно убираемым предшественникам, например, как сахарная свекла, если будете копать в конце осени, по поздно убираемой кукурузе, поздно убираемому подсолнечнику или другим пропашным предшественникам. В нашем научном учреждении традиционно работает несколько направлений селекции. И одно из важных направлений селекции – создание высокоморозостойких сортов для сначала севера Краснодарского края, а теперь уже фактически для всей центральной полосы России. Дело в том, что у нас сохраненный развивается фитотронно-тепличный комплекс, в котором мы ежегодно промораживаем вечно оселекционный материал при любых неотрицательных температурах. Поэтому краснодарские сорта уже давно стали очень высокозимо-морозостойкими, и их уверенность сеют земледельцы не только юга России, но и они доходят уже фактически до Ленинградской области, до Алтая, до Урала. И вот перед вами сорт «Сварог», который был создан в группе высокоморозостойких сортов. Этот сорт специально для центрального черноземля, для Нижнего Поволжья. Он среднерослый, высококачественный, высокоморозостойкий по определению и крупнозерный. Также хорошие результаты показывают и в нашем южном регионе. Поэтому вы можете выращивать этот сорт и для себя, а также заниматься семеноводством для северных регионов России. Поэтому обратите внимание на этот замечательный сорт «Сварог». Высококачественный, морозостойкий, крупнозерный. Сорт «Бригада» очень хорошо себя зарекомендовал у земледельцев Дона и северо-краснодарского края. Он создавался как неприхотливый, высокоморозостойкий, засухоустойчивый, высококачественный сорт. Но результаты его испытания и возделывания превзошли все самые наши смелые ожидания. В самые суровые годы перезимовки, когда у нас случались очень сильные морозы на голую землю, когда иностранные сорта вымерзали, а наши высокоморозостойкие сорта подвергались повреждениям листьев, сорт «Бригада» выходил из зимы без минимальных, даже без признаков подмерзания, без признаков повреждения морозом. Потом наступали суровейшие засухи, когда листья и стебли, и когда биомасса всех сортов чувствовала, что там суровейший стресс. Этот сорт выглядел как зеленый лучок, которому всего хватало, и он чувствовал себя, как говорится, неприхотливым. Поэтому потом даже наши испытания производственные хозяйства показали. Действительно, фермеры, колхозники подтвердили. В самых жесточайших условиях, на самых бедных фонах. Он один из лучших по устойчивости к суховеям, к засухе, к захватам. И при этом всегда формирует сильное качественное зерно. На самых бедных почвах, на самых, как говорится, прихотливых и неприхотливых условиях. Поэтому сорт «Бригада» – это палочка-выручалочка, когда нужно стабильно из года в год, в самых жесточайших условиях получать стабильно высокие урожаи качественного зерна, без провала в поволовке. Сорт «Трио» создан в группе зимостойких сортов. И главной целью его создания было получение высокозимостойкого, высококачественного сорта озимой пшеницы. И созданием этого сорта эта задача увенчалась успехом. Сорт успешно возделывается на полях северо-востока Ростовской области, в центральном Черноземье. Сорт «Трио» отличается стабильно высоким качеством, высокой урожайностью, особенно в годы суровой перезимовкой, когда другие сорта сильно страдают повреждением мороза. Сорт «Трио» отлично перезимовывает самые суровые зимы. Поэтому, если у вас есть опасность таких морозобойных явлений, все эти сорт «Трио» и у вас будут высокие качества и высокого урожая зерна. Дорогие друзья, перед вами сорт «Лауреат» – среднерослый, среднеспелый, очень высокоморозостойкий и засухоустойчивый. Сорт отличается одним из самых озерненных колосьев. У него очень большое количество зерен в колосе. И за счет этого формируется очень высокая продуктивность зерна. Сорт уже большое время возделывался в производстве. И сейчас о его продолжении, его семеноводство, запросили именно хозяйственники центральных регионов Ростовской области, где проходит Донецкий кряж, где очень суровые условия по засухе, по морозам, по плодородию почвы. Там сорт «Лауреат» занимает лидирующие показатели урожайности, стабильно дает высокий урожай зерна. И поэтому производственники именно Ростовской области просили, чтобы продолжать семеноводство этого сорта. И мы пошли навстречу. И вот, пожалуйста, в этом году, когда были морозобойные явления, когда засуха была, посмотрите, как замечательно он смотрится. Он даст очень высокий урожай. И я надеюсь, что и вы захотите его возделывать. Дорогие друзья, перед вами широко известный сорт «Гром», который многие из вас знают его не понаслышке. Этот сорт уже на протяжении более чем 10 лет широко возделывается и на Северном Кавказе, и в Нижнем Поволжье, и в Сатанном Черноземье. Шагнул и на Алтай, и за Урал, и в Саратов, и в Самару. Отличается очень низкой соломиной и очень густым стеблестоем. Очень ксероморфное растение, экономно расходующее влагу. Визуально кажется небогатый посев. Но если почитать количество колосьев, то есть один из рекордсменов по количеству колосьев на квадратный метр. И этот сорт очень засухоустойчивый, очень устойчивый по леганию, очень морозостойкий, качественный. Обладает очень высокими показателями натуры зерна, которое может достигать до 850 граммов на литр. Поэтому при высоком уровне агротехники, это один из рекордсменов по урожайности. И благодаря этому, сорт Гром на протяжении последних 10 лет входит в тройку лидеров по площадям возделывания, как на юге России, так и уже практически по всей России. По последним статистическим данным, он уже по площадям возделывания второй в России. С широким внедрением передовых технологий, с внесением больших доз удобрений, со спространением таких замечательных сортов, как Гром и Таня, наши уважаемые производственники дали селекционерам запрос, что необходимы новые сорта, низкорослые, устойчивые к полеганию. И мы создали такие сорта. И вот перед вами сорт Гомер, который отличается очень высокой продуктивностью. Он ниже, чем самый низкорослый наш сорт Гром на 2-3 см, получается еще более низкорослый. Устойчив к полеганию, имеет более продуктивный колос, чем сорт Гром. Устойчив к болезням листовым, отличается отличной устойчивостью к бурой ржавчине. Он средне-поздний, поэтому поздние осадки позволят ему наполнить свой колос еще большим количеством и большей массой тысячи зерна. Поэтому обратите внимание на этот, один из самых урожайных сортов нашей селекции, который районирован с прошлого года по северо-кавказскому региону и центрально-черноземному региону. Для высоких агрофонов, для получения максимальных урожаев высококачественного зерна. При создании полукарликового, низкорослого сорта Герда, нами использовались пшенично-пырейные гибриды. Благодаря генетической плазме пырея нам удалось перенести в сорт Герда много полезных признаков. В частности, он отличается очень интересной фотоэпериодической чувствительностью. С появлением тепла весной он не начинает свой сильный рост, а дожидается определенной длины дня. Поэтому при проверке морозостойкости нам было установлено, что сорт Герда отличается сохранностью очень высокой зимоморозостойкостью даже в конце зимы и в начале весны. Поэтому лучше других сортов переносят поздние морозы и заморозки. Поэтому в честь, как говорится, героини сказки Ганса Христиана Андерсона, очень маленькой девочкой, победившей снежную королеву, мы назвали этот низкорослый, но очень морозостойкий и высококачественный сорт Гердой. Поэтому этот высококачественный сорт устойчивой бурой рожавчины, я думаю, должен быть на ваших полях, чтобы защититься от поздних капризов матушки зимы. В среднеспелом полукарликовом сорте Ахмат удалось сочетать очень высокую продуктивность, морозостойкость, засухоустойчивость, качество зерна, высокое содержание белка и натуру. Уважаемые земледельцы, юг России является признанным озимо-пшеничным поясом России. Здесь доминирующее положение среди пшениц занимает озимая пшеница. Но бывают, случаются годы, когда весной есть необходимость подсева, пересева, ремонта посевов, пострадавших от плохой перезимовки. И для этого есть необходимость в яровых сортах. Но мы пошли по другому пути. У нас есть селекция специальных сортов, сортов двуручек, которых можно сеять и осенью, и весной. Они отлично перезимовывают при осеннем посеве. Перед вами сорт двуручка Велена, который нужно сеять и можно сеять в поздние сроки осенью и в оптимальные ранние сроки весной. Сорт отличается высокой засухоустойчивостью, качеством, жаростойкостью и конкурент по продуктивности с лучшими сортами озимой пшеницы при осеннем посеве. И превосходит стандартные сорта яровой пшеницы по урожаю и качеству при весеннем посеве. Это практически страховой сорт, который каждый должен иметь в своих полях и ежегодно хранить до самой весны определенный запас семян, чтобы весной при случае необходимости не бегать, не искать яровые культуры, чтобы потом отремонтировать свои пострадавшие посевы, если такое случится. Сорт Кавалерка ведет свое происхождение как топоним. Это название речки, которая недалеко протекает здесь на территории Коснодарского края. Сорт степного экотипа, что это специально для жестких условий степи, где необходимо иметь хорошую устойчивость к морозам, к суховеям, жаре, засухе. И вот сорт Кавалерка унаследовал эти хорошие признаки. Отличаются очень высокой морозостойкостью, очень высоким качеством зерна, крупноколосостью. Поэтому сеете этот сорт в степных регионах Ростовской области и будете получать высококачественное зерно. И видите, даже в этом году, когда у нас был сильнейший, как говорится, сброс и повреждения заморозками, сорт сохранил их отличности блистой, крупный колос, не повредился заморозками. Он у нас вам хороший урожай высокого качества зерна. Сабербаш – это название священной горы на Кавказском хребте, которое находится напротив нашего института, сейчас национального центра зерна. Ну и в честь этого названия мы назвали этот замечательный сорт Сабербаш. Он отличается очень высокой адаптивностью, очень высокой засухоустойчивостью, морозостойкостью и качеством зерна. В этом году, проанализировав огромное количество материала на предмет морозобоя, поздних взратных заморозков и морозов, было установлено, что сорт Сабербаш – один из лучших по устойчивости к этому неблагоприятному фактору. Этот сорт наименьшей степени повредился в азартными морозами, и поэтому стабильно сейчас показывает высокую засухоустойчивость, сформирует очень хороший урожай качественного зерна. Все эти сорт Сабербаш – это название горы, и он перевоплотится у вас в горы золотого зерна на ваших токах. Сорт Темирязевка 150 назван в честь 150-летия Темирязевской сельхозакадемии, в которой учились многие наши сотрудники нашего научного центра, и в частности, руководитель нашего отдела Академик Беспалова. И вот она закончила Темирязевскую академию год-столетия, и на 150-летие, через 50 лет, назвала один из своих лучших сортов, в честь своей альмаматор, Темирязевка 150. Этот сорт отличается очень высокой силой кущения, очень высоким урожаем, я надеюсь, что это будет оговорящее название, и лучшие земледельцы смогут получить урожай 150 центнеров зерна с гектара на этом сорте. Ну а уж, как говорится, всем желаю, чтобы вы получали больше 100 центнеров. Поэтому обратите внимание на этот сорт, он один из самых урожайных в нашей линейке сортов, и надеюсь, что займет большое место на ваших полях. То, что он будет высокоадаптивным, подтвердило его районирование сразу в трех регионах. В прошлом году он был районирован по Северо-Кавказскому, Нижневолжскому и Центральному региону, где безоговорочно и с большим отрывом победил по продуктивности стандартные сорта пшеницы. Прежде чем рассказывать о сорте крупинка, я бы хотел сказать несколько слов об самой культуре, о зимой твердой пшеницы. Эта культура твердая пшеница была здесь, на этих полях, сто лет главенствующей. Твердая пшеница под названием Гарнова, Кубанок, в основном была яровая, и шла на экспорт как высококачественная, и продавалась в страны Америки, в Италию, где из нее производились макароны. Поэтому это незаменимое сырье для макаронной и крупной промышленности, для получения высококачественной манки. Но яровые сорта были не такие урожайные, и был запрос на создание урожайных азимых сортов. И вот на протяжении нескольких 10 деятелей возилась работа, и нами были созданы целые линейки сортов высокоурожайных, морозостойких сортов, высококачественных сортов азимой твердой пшеницы. И вот перед вами сорт крупинка, один из самых урожайных, стандартных сортов крупнозерных причем этот сорт может давать урожай на уровне и выше зерна урожай как у мягкой пшеницы потенциал продуктивности 9 и 10 тонн а на мировом рынке твердая пшеница стоит значительно дороже чем мягкая и уже в этом году наблюдается и острый дефицит и мы думаем что будет потребительская стоимость ее значительно выше чем у мягкой пшеницы поэтому рачительные хозяева должны свои на своих полях сеять твердую пшеницу она значительно более выгодна значительно более рентабельно и поэтому обратите внимание на эту культуру на этот сорт в группе компании русская земля ведется семеноводство не только мягкая пшеница но и твердой пшеницы вы здесь может получить высококачественные семена твердой пшеницы нашей селекции его сорт крупинка один из лучших среди сортов твердой пшеницы созданием сорта а зимой твердой пшеницы одари удалось значительно повысить и качество зерна и морозостойкость и засухоустойчивость поэтому если вы Ну и обратите внимание на саму культуру озимой твердой пшеницы. Вы должны сеять также несколько сортов различных групп спелости. Это стабилизирует ваше производство и наполнит ваш бюджет значительными поступлениями. Эта культура имеет большое экспортное значение и повышается и внутренний спрос на высококачественное зерно твердой пшеницы для макаронной промышленности, крупяной и для производства манки. Итак, уважаемые земледельцы, перед вами первая рукотворная злаковая культура, которая была получена человеком от гибридизации твердой пшеницы и ржи. Это тритикаля. Сорт тритикаля унаследовал от этих культур от твердой пшеницы высокий урожай, от ржи крупный озерненный колос и высокая адаптивность. Поэтому эта культура сейчас широко сделается в местах, где требуется неприхотливость. Максимальная площадь тритикаля получилась сейчас в севере Германии, Польши, Белоруссии, где по болотам, по неудобиям, по худшим деградированным почвам она дает стабильно высокий урожай. Но перед вами сорт Тихон, который является искороспелым, очень морозостойким, устойчивым по леганию и очень урожайным сортом. В наших условиях это один из самых урожайных сортов не только среди тритикалей, но и среди пшениц. На делянках он дает урожайность 130-140 центнеров, 12 гектаров. Зафиксированы урожаи в Курской области больше 100 центнеров, 12 гектаров не по самым лучшим участкам. Поэтому обратите внимание и на культуру тритикаля, и на сам сорт Тихон, который вам позволит получать очень высокие урожаи по деградированным почвам. И кстати, в этом году, когда были сильные возвратные морозы и заморозки, культура тритикаля в меньшей степени повредилась, практически не была ему подвержена. Сорт озимой тритикали трудяга создан нами совместно с Курским низ агропромышленного комплекса. Поэтому он уже хорошо зарекомендовал себе иронированный центральным черноземникам, где дает очень высокие урожаи. Но также он себя показал хорошо и на Северном Кавказе. Он отличается одним из самых крупных зерен среди сортов тритикали. Масса его тысячи может достигать 70 граммов. Очень крупное, красивое зерно. Поэтому это отличная фуражная культура, имеет огромную биомассу. Вы можете ее использовать не только для производства фуражного зерна, но и в смесях с бобовыми травами получать отличный сенаж и сено. Поэтому эта культура должна занять место на ваших полях. За ней будущее, мы в этом уверены. Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Тарас Кварманукян. В компании отвечаю за направление семеноводства и производственные испытания. Опыты мы закладываем постоянно. А с прошлого года мы проводим мелкоделяночные испытания сортовой технологии. Все началось с того, что осенью 2019 года мы впервые завезли зимующий горох и посеяли в мелкоделянке. Весной 2020 года решили увеличить масштабы. Добавили яровые сорта, варианты с различными протравителями и накулянтами. На сегодня у нас уже есть селекционная селка с высевающим аппаратом порционного типа компании Винтенштайгер. Для уборки приобрели семеноводческий комбайн САМПО-2010. Конечно, мы не госсорта участок, не низх, но мы максимально заинтересованы в качестве опытов и особенно в оценке результатов. Несколько слов об общей технологии выращивания гороха на данном поле. Предшественник – пшеница озимая. После уборки проведено дискование. Несены сложные удобрения. Амофоса 80 кг на гектар. Проведена отвальная вспашка 25-27 см. Далее культивация с катками. И уже с осени мы имеем выровненное поле, готовое к посеву. Весной по вегетации применили МЦПА в норме 600 г на гектар. К весне за осенний-зимний период было накоплено 130 мм продуктивной влаги. С начала марта выпало еще 130. Содержание фосфора около 20 мг на килограмм. Калия – 300. Размер делянок 30 на 1. Расположение последовательное. Повторность четырехкратная. Здесь представлены сорта зимующего гороха селекцией Книсха. Зимус, Фокус и Легион. Сорта ярового гороха различных европейских селекций, таких как Джоменсидальянс Рус, Садбау, Сельгин, Флоримон Депре и других. Также популярные сорта нута с различными вариантами протравливания. Переходим непосредственно к делянкам. Осенний посев гороха пройдем 15 ноября. К концу декабря только появились семидоли на поверхности почвы. К началу марта на всех зимующих софтах полноценно сформировались сходы. Первые три делянки – сорт Фокус. Контроль протравленный террамом, далее триазолами. На данной делянке сорт Фокус. Безлисточковый, среднеспелый. Вегетационный период 210-250 дней. Высота до 90 см. Зимостойкость стандартная. Высокоустойчив к полиганию. Масса 1000 доходит до 250. В полевых условиях аскохитоза поражается слабо. Максимальная урожайность 3,5 тонны получена в 2014 году в Краснодарском крае. Сорт Зимус схож с Фокусом, но у него более высокая устойчивость к осыпанию. Легион. Это известный сорт листочковый. Двуручка, не осыпающаяся. Среднее число междоузлей до первого соцветия 15. Вегетационный период в осеннем посеве составляет до 250 дней. Сорт достаточно высокий, до 165 см. Засухоустойчивость средняя, выше средней. Устойчивость к полиганию средняя, на уровне стандартных листочковых сортов. Масса 1000 до 210 г. Восприимчив к антаркнозу аскохитозам за годы исследований поражался слабо. Максимальная урожайность 4,6 тонн получена в 2004 году в Краснодарском крае. Также осенью мы посеяли и яровой горох в сорт Клеопатра, чтобы понаблюдать. В начале марта получили всходы наравне с зимующими сортами. Однако сорт не выдержал возвратных морозов и перемерз в конце марта. Переходим к европейцам. Яровой посев был проведен 7 марта, 1,4 млн штук на гектар. Первые два сорта – гамбит и слован чешской селекции. Мы их завезли из Липецкой области. Это безлисточковые среднеспелые сорта, средне засухоустойчивые. Сорт гамбит – высота растения до 90 см, высокоустойчив к полиганию, масса 1000 до 290 г. Умеренно устойчив к аскохитозу, восприимчив к корневым гнилям. Максимальная урожайность 6 тонн получена в Курской области в 2015 году. Сорт слован – высота растения до 80 см, высокоустойчив к осыпанию и полиганию, масса 1000 до 280 г. Умеренно устойчив к аскохитозу, максимальная урожайность 5,1 тонна получена в 2014 году в Курской области. Далее у нас идут 5 сортов австрийской компании СААДБАУ – Ангела, Стабил, Эсса, Вильвет и Готик, с потенциальной урожайностью от 5 тонн на гектар и выше. Все сорта включены в госреестр по северокавказскому региону, безлисточковые, высокоустойчивы к осыпанию и полиганию. Ангела – универсальный сорт, сочетающий компактность и крупную фракцию зерна с повышенной засухоустойчивостью. Раннеспелый, вегетационный период 75 дней, высота растений до 90 см, масса 1000 до 230 г. В полевых условиях средний поражался аскохитозом и мучнистой росой. Максимальная урожайность 5,3 тонны получена в 2008 году в Краснодарском крае. Готик – чемпион по урожайности в засушливых условиях, среднеспелый, вегетационный период до 85 дней, высота растений до 80, масса 1000 до 250 г. Восприимчивый к оскохитозу, корневым гнилям, антракнозу. Максимальная урожайность 5 тонн получена в 2004 году в Ростовской области и Ставропольском краях. Сорт «Стабил» – классика, проверенная временем. Среднеспелый, вегетационный период до 95 дней, высота растений до 115 см, засухоустойчивость средняя, выше средней. Масса 1000 до 270 г. Восприимчивый к оскохитозу, корневым гнилям, антракнозу и мучнистой росе. Максимальная урожайность 5,5 тонн получена в Ростовской области в 2004 году. «Эсса» – новый, высокотехнологичный сорт, обеспечивающий максимальную урожайность зерна и содержание протеина. Ранний вегетационный период до 80 дней, высота растений 70 см, средний засухоустойчивость, масса 1000 до 230 г. В полевых условиях оскохитозу поражался слабо. Максимальная урожайность 4 тонны получена в 2012 году в Ставропольском крае. «Вельвет» – высокоурожайный, стабильный сорт, средний ранний группы спелости, вегетационный период до 85 дней, высотой до 90 см, средний засухоустойчивость, масса 1000 достигает до 280 г. В полевых условиях средний поражался оскохитозом и ржавчиной. Максимальная урожайность 4,5 тонны получена в 2012 году в Курской области. Из Курской области мы завезли два безлисточковых сорта датской и немецкой компаний – «Джекпот» и «Бельмондо», соответственно. По шестому региону они не зарегистрированы. Сорт «Джекпот» – среднеспелый, устойчив к полиганию и осыпанию, высота растений до 90 см, масса 1000 достигает до 150 г. Максимальная урожайность 4,5 тонны получена в Брянской области в 2014 году. Сорт «Джекпот» – среднеспелый, вегетационный период 90 дней, устойчив к полиганию и растрескиванию, засухоустойчивость средняя, хорошо переносит ранние весенние заморозки, высота растений до 85 см, масса 1000 до 260 г. В полевых условиях оскохитозом поражался слабо. Максимальная урожайность 5,8 тонн получена в Курской области в 2014 году. Сорт «Балдор» – французской селекции, завезли из Краснодарского края. Среднеспелый, безлисточковый, высота растений до 80 см, средний засухоустойчив, высокоустойчив к осыпанию и полиганию, масса 1000 достигает до 220 г. В полевых условиях оскохитозом поражался слабо. Максимальная урожайность 4 тонны получена в 2014 году в Краснодарском крае. Далее три наиболее популярных сорта наших партнеров – «Джомансидальянс рус». Это безлисточковые, среднеспелые сорта, высокоустойчивые к осыпанию и полиганию. В среднем масса 1000 колеблется от 180 до 250 г. Сорт «Астронавт» – интенсивный высокоурожайный сорт, высокая устойчивость к осухитозу, ржавчине и мучнистой России. Высокое содержание белка в семенах – до 27%. Максимальная урожайность 5,9 тонн с гектара получена в 2014 году в Курской области. Сорт «Клеопатра» – стрессоустойчивый сорт, хорошо переносит засуху в начале лета. Максимальная урожайность в Зерноградском районе – 5,1 тонна, получена в 2017 году в нашем хозяйстве. Сорт «Саламанка» – относительно новый для нас сорт, самый пластичный для любых условий выращивания, засухоустойчивый, хорошая устойчивость к болезням. Максимальная урожайность в Зерноградском районе – 4 тонны, получена в 2019 году. Далее идут варианты с протравителями и накулянтами, нормами высева на сорте «Саламанка» и в конце замыкают опыты с нутом. На этом мы заканчиваем свой обзор. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Рад приветствовать на земле Зава Вишневского. Зава Вишневского входит в группу компаний «Русская земля». «Русская земля» занимается семеноводством, поэтому традиционно уже третий год у нас на полях мы занимаемся тестированием многих сортов пшеницы. Уважаемые коллеги, на данном участке заложено 28 сортов зимой пшеницы Национального центра зерна имени Лукьяненко. Данная пшеница была посеяна 25 сентября. Зимнее накопление влаги было минимальное, но благодаря выпавшим весенним осадкам данная пшеница раскустилась. И вот что у нас получилось. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»